Продолжение следует... Продолжение следует... Я настойчиво подчеркил, что поедение и физика в адронных реакциях, а фотон, обсуждаемые крупные вопросы, ведет себя адроноподобно, как это рапноутная частица. Так вот, все это очень сильно отличается от того, что есть в самом насущном хлебе, на здешних ускорителях. Это просто аннигилиционные, плюс они ускороны. Так, я надеюсь, мы это освоили. Были показаны данные, была рассказана схема того, какая теория может описывать это. Мы выяснили, что сечения эти большие не падают с роста энергии, как и плюс, и минус, а вентиляция, наоборот, растут. Может быть, не слишком быстро, логеритмически, но растут. Вот. И, кроме того, основным массивом событий, это рождение большого количества адронов с относительно небольшими поперечными импульсами, размазанных по быстроту, почти равномерно. Вот такая вот физическая картина. Какой-то, так сказать, основополагающей теории, которой бы из первых принципов объяснял, а все эти закономерности нету, поскольку считается, что квантовых обнимаемых здесь работает, но рабочий вариант квантовых обнимаемых, это теория разрушения, здесь как раз не работает, из-за того, что соответствующие константы велики. Поэтому приходится довольствоваться моделями, но абсолютно такая же ситуация и в громадном количестве адронных реакций, чисто адронных. Так, собственно, после этого можно было бы успокоиться и переходить в другую область, ну, например, к резонансной области, или смотреть какие-то редкие процессы. Но мне хотелось все-таки поговорить чуть-чуть подробнее о выделивающих вот каких-то опусках. Во-первых, в каких экспериментах это в основном было сделано, чтобы хоть представлять себе набор центров, которые над этим работали. Это первое. И второе. Перечислять условия, в которых все эти эксперименты делались, вещь, ну, не очень осмысленная, да, и, наверное, из моей квалификации теоретика. Но два пункта я хотел все-таки отметить. Мне хотелось рассказать про самые первые эксперименты. Это те, в которых был задан тон. Те, в которых экспериментаторы пробовали, ошибались, достигали, чего-то там получалось. Так, вот один вопрос. И второй вопрос – это первые опыты в Яфе по этому поводу. Они тоже поучительны, в основном в том отношении, чтобы было понятно, вот так было тогда, что достигли, да, а что можно, о чем можно рассуждать сейчас. Итак, хронологию событий. Я бы такую временевую шкалу обозначил. 1979 год – это первые эксперименты, в которых размахнулась как раз вот эта вот причина. Ну, и дальше идут такие знаменательные данные. 1989 год. Заработал ЛЭП. Сначала ЛЭП-1, потом ЛЭП-2. Ну, и, конечно, вначале все внимание было уделено ЗЭП-базону. ЛЭП стоял прямо на резонансе. А потом, стоя для ЛЭП-1 вокруг, и не очень скоро, начало, но все-таки начали поступать данные под уходом процессом. Еще через 10 лет заработали ЛЭП-фабрики, из которых для натуральной физики больше всего было сделано как раз на японской фабрике. ЛЭП-бетто – 1599 год. И тоже не сразу, не сначала, а где-то дальше. И, наконец, в этом лампировале, где-то в 1990. ЛЭП-сосудно-то. ЛЭП-сосудно. Ой. Ой, и, вот. Так, я на самом деле. Сюда чуть-нибудь еще. Так. Ну, вообще, вот так. Вот так, вот так. Вот на этом интервале заработал детектор РГ-1, на котором были произведены основной мобор событий, связанных с лукотоном рождения Мадрона. Но эта деятельность продолжалась, и обработка тамошних набранных результатов велась в течение десятилетия. По-моему, последние данные были уклонны всего несколько лет назад. Вот картина основных событий в этой области. Что касается 1979 года, была первая публикация для тех, кто нужен. Это ускоритель Пьера в Тезии, в Германии. Ну вот, какие были условия. Потом была следующая публикация буквально через два года, 81-й год. Потом еще была публикация еще немножко позже, 84-й год. Но вот первое. Начало – 1779 года. Все правильно. Какие условия были? Вот про это как раз я хотел сказать несколько слов для того, чтобы было понятно, с чем начали сталкиваться экспериментаторы, вступившие в эту новую область. Сначала о том, что появилось здесь. Этот ускоритель Петра, это встречные пучки примерно по 15 лет. Так что позже позднее ЗЕСТ, электрон-базитрона большего времени, был на уровне 31 Геоэлектронвольта. Вот. Они отбирались в события, в интервале, в варианте у нас, от полутора до десяти лет. Очень близко подобраться к максимальным значениям не получилось из-за того, что, вы знаете, при увеличении варианта массы гомограмма, светимость гомограмма падает довольно подро. Так. Ну вот. Теперь, значит, о чем идет речь? В результате долгой работы первая порция соответствовала примерно 500 событий, которые они отнесли к духотону. 480 всего этого события. Так. Следующий вопрос о том, а как отбирался? А это можно двухотонные события или подробные? Нет. Именно двухотонные. А нитерационных событий было много, да. А это уже те, которые одобраны для того, чтобы с ними работать, как с двухотонными. А конечные состояния нет? Нет. Вот как раз про все, про это я и хотел рассказать в некоторой степени подробности, потому что, еще раз повторяю, это поучительно. С чем начали сталкиваться экспериментаторы и как они с этим боролись. Значит. Итак. У нас имеются салдуяющиеся электроны и позитроны. Так. Они рассеиваются. Рождаются андроны. Рождаются они в салдулении двух, вообще говоря, виртуальных фотонов. Но! Один из этих фотонов, виртуальных, так и отслеживался. Так что это так называемое Однократное мечение. Сингл тег. То есть, регистрировали рассеянный, так и один рассеянный электрон или позитрон. Один рассеянный лептон. Я буду говорить электрон, чтобы он каждый раз не вернулся. Так. Но если его регистрировать, то это означает, что нужно иметь детектор. Хороший. Но такой, все-таки, нормальный детектор не берет слишком малые углы. А значит. Это означает, что соответствующая виртуальность этого фотона. Назовем ее пол квадрата. Положительная величина, связанная с квадратом 4 Хеггельса. Вот эта штука была ненулевой. И, к сожалению, в интервале не слишком маленький. То есть, реально, значит, эксперимент ставился в интервале от 0.05 до 0.06. Конечно, когда мы говорим про эти цифры и сравниваем с такими большими мемориантами массами, на первый взгляд скажется, что фотоны почти реальные. На самом деле, все не так. Это тот факт, что Q квадрат не был нулем, был принципиально важен для всей этой кухни. Проблема в том, что число событий с ростом Q квадрат падает довольно бодро. И поэтому в значительное число событий, конечно, Q квадрат было просто упущено. Так. Ну хорошо. А что это означает? Это означает, что, на самом деле, регистрировал достижение, в котором один фотон был виртуальный, в том, что он реальный почти что. Почему это? Тот факт, что это двухатронные события, а не индиционные, однозначно следует из того, что электрон зарегистрирован. Когда есть андиционный канал, то E плюс и минус переходит в адроны, электроны и позитроны исчезают. Зарегистрировали рассеянный электрон. Значит, события фактически двухатронные. Платы за это. Работать можно только в области, где, еще раз повторяю, совсем немалый квадрат, и, значит, потери от статистики. Так. Это одна вещь, вторая вещь. Здесь у нас это величина. На самом деле зависит уже и от не только этой вариантной массы, загромагировался в долине, но и от виртуальности. И, как вы помните, начинается то самое кинематическое прояснение, на которое мы потратили столько много времени. Ведь когда фотон виртуальный, то он может быть не только поперечный, но и скалярным, или продольным. Здесь есть, нет, скалярные поддоны. Какой план то нет, туда-сюда. Наконец, если мы хотим узнать просто сечение реальных поддонов, нужно как-то по этому квадрату продолжить к району, где квадрат окажется нулем. На первый взгляд, ничего совершенно плохого или страшного. Да. Ну, посмотрим на зависимость от кул квадрата. Из этого интервала интервалируем к нулю, и все будет окей. Это, как говорится в теории. А на практике, я позже вам покажу данное, вопрос сводится к тому, что число событий невелико. Да. Визуальные точки в области больших квадрат получаются с большими статистическими и систематическими ошибками. Точек вообще немного. Вопрос, как по этим немногим точкам производить экстраполяцию к нулю, требуют модели. То есть нельзя просто, так сказать, от руки или там по закону наименьших квадратов провести. Просто потому, что точек мало. Нужна руководящая идея. Ну, хорошо. Какая может быть руководящая идея? Граждане, которые этим занимались, это действительно были хорошие экспериментаторы, но впервые столкнувшиеся с этой областью. Да. Причем, настолько удивительно их поведение, что прямо рядом, в том же самом Дейси, раньше проводили эксперименты, где рассматривали рассеяние электронов на протонах. Сначала на неподвижной мишени, немножко позже, потом уже будет на встречных электронных пучках Гера. И там был доработан большой опыт. Люди, занимавшиеся этим делом, считали, что у них чистое поле, почти ничего нету. И первое, что приходило в голову, ну, давайте попробуем динжечь о духе векторной доминантности. Я вам говорил про нее, да? Это означает, что вот этот вот кусочек, который нас интересует. Модель векторной доминантности можно представить так. Вот первый фотон у нас виртуальный. Соответственно, не малый ку-квадрат. Мы его заменяем на векторную зону, который тоже, конечно же, виртуальный, да? Ну, а здесь фотон почти реальный. Мы его заменяем на векторную зону, который почти реальный. И получаем сечение гамма-гамма-гамма-гамма. Так. Как же его методировать? А вот видите, здесь есть пропагатор векторную зону. А этот пропагатор имеет такой знаменатель. Ку-квадрат плюс масса векторного мкб векторном вквадрате, да? Значит, тут не будет основная зависимость, говорят экспериментаторы. Значит, модель, которая будет работать, будет такая. Вот это самое сечение. Гамма-гамма-гамма-гамма... в квадрате, должно выглядеть так. Просто, видите, множитель, который будет пределом при квадрат, стремящемся к нулю, а дальше вот эта зависимость, но нормированная так, чтобы при квадрат, стремящемся к нулю, она переходила в единицу. Понятно, как это можно сделать. Достаточно здесь вот записать таким образом, и тогда такая зависимость будет соблюдаться. Сюда они ввели множитель, который выглядит таким образом. Это фактически квадрат вот этого выражения. То есть единица, я разделил числитель из длинных длины на единица, плюс квадрат на массу векторного организма в квадрате, и все в квадрате. Поскольку это выписали для анклитуды, а для сечения приходится возводить в квадрат. Все очень хорошо, так, но, ну а дальше, переуслаждать не будем. Известно, что главный вклад дает ромизон, поэтому оставим здесь только нилон и ничего больше. Вот экспериментальные данные будем подгонять под эту формулу и найдем сечение на массовой поверхности. Ну, вообще говоря, программа совсем не глупая по существу своему, да, исходящая из того, что событий мало, ошибки большие, жить переусложненным образом не надо, нужно брать самые простые вещи. Вот они взяли самые простые, так, и получили нечто. Ну, я хотел показать, да, но, наверное, прежде чем говорить, мы получили, может быть, опять-таки, лучше бы это делать не мне, но все-таки. Я скажу хотя бы пару слов про отбор событий. Да. Это вот те перечисленные параметры, которые я уже записал. У них имелось два детектора. Центральный, который брал, прикрывал от 30 до 70 градусов, отчитанное направление с удалением. Да. Затем малоугловой и совсем малоугловой. Вот. Это уже доходило до десятков миллиардиантов. Так. Теперь требовалось определенное ограничение на энергию, на число адронов, которое будет. Ну, и кое-что еще, что экспериментаторы считали чрезвычайно важным для того, чтобы все это обрабатывать. Более того, когда разыгрывались события, нужно было выстроить распределение по поперечному импульсу. Вот они выстраивали таким образом. Ладно. Машину. Кто-то им тут сказал, что вначале должно быть очень быстрое падение по поперечному импульсу какого-то из адрона. Ну вот. А потом, ну, немножко замедленное. Видите, тут некоторое пелено происходит. Вот они под эту формулу и подгоняли модель, с которой разыгрывались события. Во-первых-таки, модель самая простая, да. Если сравнить с данными, то она, в общем, выглядит неглупой. Единственное, если уж говорить правду, то можно заметить, что здесь масштаб все не килограммический. И эти вот почти хорошие согласия, но там, где-то скрыто из-за того, что тут, вот на этом интервале, да, сечение изменяется в сто раз. Но, когда мы посмотрели суровые телеграммический, мы сказали, почему вы берете такое распределение. В огромных смотрениях накапливаем богатый материал, который говорит, что оно не такое. Оно другое. Здесь скорее стоит первая степень поперечного импульса, чем квадратный. Другая коэффициентка. И та подгонка была бы лучше. Ну ладно, это еще не самое, может быть, существенное. Вот. Вы заметите, что тут всего пятьсотных событий. Да, потом собираем их с вот такого интервала, почти десять грамм. Этот интервал нужно разбить. Ну, хотя бы на десять кусочков. Останется нам всего по пятьдесят событий, да. Потом, на самом деле, очень разно в разных областях. Затем нужно при заданном, за данный вариант n-масси, смотреть зависимость от q квадрата. Это тоже нужно несколько интервалов. На каждый интервал придется совсем немного забыть. Ну и вот, приходилось по этому делать большие куски. Вот собрали события вот с такого большого интервала полевариантной массы. От трех с половиной до десяти грамм. Так, и смотрели на то, как в этом интервале выглядит зависимость от q квадрата. Фактически, это вот это вот самое сечение, которое они моделировали. Вот видны данные с большими осами, особенно большие продольные относы. То есть, это интервал, с которого собраны эти события, в области q квадрат равным на шесть. То, что стоит в качестве последнего. Ну и что можно сказать? Если теперь по вот этой формулы действовать, то мы получим вот такой вот результат. Где-то так к нулю здесь получится около 350 маномаров. Ответ такой. Ну что ж, замечательно. Кроме того, кроме того, еще шла обработка про зависимость уже этой полученной величины от q квадрата. Это тоже скоробойство. У вас некоторые модели, я уже не буду в ходе детали, но тоже не самое лучшее, я бы сказал. Что получилось? Давайте посмотрим. Вот если, это ее собственная данная, сенсорная картинка, вот это, это уже сечение на массовой поверхности, как функционер вариантной массы, причем в том самом интервале. От полутора до десяти герл. Так. Что мы видим? Здесь только-то жуткий рост в области малых инвариантных масс. Ну а что такое малых инвариантных масс? А если вообще полутора от этой части отказалась? Ну хорошо. Немножко позже, в восьмидесятом году, начинает работать ДАССОР. Вторая группу, на этом же самом, на этом же самом, на этом же самом ускорителе. Примерно теми же исходными данными, примерно та же область инвариантных масс потонок и получает вот такие данные. Но, во-первых, они не слишком сильно согласуются друг с другом, а во-вторых, вот, имелось на тот момент единственное предсказание, более-менее детальное, роздера. То есть, сделанное на основе модель электронной геннонавности. И так получается, что между собой они не очень хорошо согласуются, и вот с этим предсказанием тоже не все так уж и хорошо. После этого начинается разбор полетов. И, может быть, одни из самых первых слов пролисказаны в статье Кинз Благодаря Моэй, относящейся с фоллипульской публикацией «Коррент-Ак». Наше замечание было, по сути, очень простое, и оно сводилось к тому, что чем выдумывать нервную модель, да, переупрощенную и неизвестно как хорошо работающую, можно вообще заметить следующее. Если вот этот фотон реальный, да, то все это похоже на фоторождение на протоне, в котором уже накоплен значительный материал. Известен опыт обработки. И он сводится к тому, что обрабатывать нужно не по модели векторной геннонавности, а по так называемой модели обобщенной векторной геннонавности. В области фотон-протонных соударений данных было гораздо, ну, на порядке больше, чем в гамма-гамма-соударениях. Работы шли много лет, там разбираюсь уже с разнообразными деталями, и поэтому подгонки были вполне надежные. Модель сводилась к следующему. Мы предложили, о чем особо не заботясь, просто взять и перевести. То, что делалось в гамма-п-соударениях, прямо сюда. А в гамма-п-соударениях учитывается сразу следующий факт. Если мы начнем расписывать вот первое сечение, то здесь мы должны будем не учесть, что есть фотон поперечный, а есть фотон скалярный. И вклад, мы это с вами писали, да, входят суммы, в котором реальный поперечный фотон сталкивается с поперечным виртуальным. Плюс с каким-то коэффициентиком слагаемое, которое соответствует тому, что реальный поперечный фотон сталкивается со скалярным виртуальным фотоном. Этот кусочек принципиально присутствует в точной форме, никуда от него не денешься, да. Конечно, при приближении к квадрату 0 он исчезает, но в области больших квадратов он на себя оттягивает заметную зависимость. Что касается эпсиона, то по экспериментальным зонам вот эта такая вот величина удвоим энергия начального электрона, это энергия конечного электрона на сумму квадратовую. И она с хорошей степенью точности близка к единицу по всему интервалу, в котором они работали. То есть фактически в ответ входит просто вот такая вот сумма с эффекциентом в первом приближении равным единицам. Модель, эта модель с округой ошибки, которая применялась в этой модели, обобщенной электронной гранатой, строится к следующему. Во-первых, берется не только рамезон, но и хи, и омега. Раз, да. Это вот единица, деленная на вот эту штуку в квадрате. С этой точки зрения эта часть была безусловно выполнена. Но принципиальное отличие следующего софта. Каждое слагаемое дополнительно к тому, что там есть сигму ТТ, входит еще кусочек вот этот вот сигму СТ, который должен исчезать на массовой поверхности. А в модели векторной гранатой, если он неплохо обобщенный, описывается величиной в углу квадрата, деменный на очень веревную массу. Конечно, это все работает в области не слишком больших в углу квадрат, но как раз она вас интересует. Так что числитель по сравнению с тем, что было там, так и увеличен. А принципиальная важность и момент заключается в следующем. Помимо вкладов, связанных с векторной гранатурой, жизнь там, в ганоприсовании, заставляла учитывать и другие слагаемые. А если посмотреть на другие слагаемые, они входят с коэффициентом вот здесь вот, 0,22. То есть на них приходится примерно на массовую поверхность около 20% всего. Но про них, опять же, экспериментально известно, что они падают с ростом в квадрат не так быстро, как это требуется пропагаторным вектором венезонов. Ну и, наконец, здесь имеется, с каким весом ходят Ро, Омега и Фимизоны. Вот эти веса, опять-таки, полученные хорошими подгонками. Это означает, что, где-то здесь, где-то 65% ходят с объекторного венезона, причем с учетом еще и скалярного фотона. 8% на Омега, 5% на Фимизоны и 22% на этом, так сказать, совсем другую, где любой привод из Лагаева. Эта модель, как я говорю, там хорошо работала, почему бы не попробовать ее прямо внедрить и сюда. То, что мы сделали, мы просто взяли эти данные, прикинули, что происходит. Я знаю, достаточно нахально, потому что, в принципе, должны были это делать экспериментаторы, авторы этого дела, но с учетом веса и так далее. Но если даже просто сделать достаточно, то, поехали с вами в Ганну, возникает совсем другая экстраполяция. Вот эта экстраполяция, связанная с моделью вектором доминальности в нашей работе, который приводит к ответу на 30% меньше. Теперь посмотрим непредвзятым глазом на эту картинку. Если честно говорить, да, то на самом деле, что кривая, пунктирная, что кривая, то сплошная. И та, и другая, на первый взгляд, вполне неплохо описывает данные. Но в пользу нашей модели говорилось следующее. Во-первых, немножко лучше соответствующий квадрат. На самом деле это не было очень важным делом. Ну, немножко лучше-то не очень важно. Важно то, что вот эта модель обоснована связью с другой областью, с другими реакциями. А модель, которую придумали, не исходя с места экспериментаторы, на самом деле, никак не обоснована. А к чему это приводит, если посмотреть, да, уже соответствующие сечения. Как я уже сказал, вот была такая картинка. Если их изменить, примерно, на 30%, то есть поделившим на коэффициенты 1 и 3, возникает немножко другая картинка. Да. Ну, L. Одновременно мы предложили и другую параметризацию вместо возраста. И она, в этом смысле, тоже имела право на существование. В результате этой критики произошло дальше следующее. Pluto, на самом деле, само, переобработала свои данные. У них еще было несколько закладок, повысилась статистика. Переобработали свои данные, уже ориентируясь не на зависимость типа пропагатора в Амизоне, а на модель векторной доминанности. И у них, в согласии с предсказаниями, стало заметно лучше. У Стаса, вообще, вышел некий конфуз. Потому что Стаса, одному было что, когда он работает в области небольших инвариантных масс, вплоть до, я не помню, чуть ли не до 4-х, то, когда они пытаются введя несколько параметров моделировать, параметры оказываются зацепленными и ничего хорошего сказать они не могут. Поэтому от своих данных в этой области и отказались. А по вот этой области, в пределах их расширки, уже произошло неплохое согласие с нашими предсказаниями. Но я еще раз повторяю, что это все было, как вы сами понимаете, достаточно давно. А в принципиальной важности момент, что в этот некоторый спор вмешался далее МД-1. Это был принципиально важный момент, потому что схема работы МД-1 была совсем-совсем другая, чем у этих товарищей. У МД-1 было меньше возможностей по энергии. Давайте посмотрим, что нам предлагает левернотипа. Значит, эти цифры вы помните. Что на этом месте? Сначала работать. Знаешь про penn Solette. Восемьдесят Тетий год. Что на это вместе сначала работает. Размер 83-й год. Особенностью Гердим было то, что там, во-первых, в области встречи было поперечное магнитное поле Причем очень даже неплохое, на уровне 1,2 Тесла А среди прочего, хотели проверить вопрос о том, не влияет ли магнитное поле на разнообразные процессы чисто квантролипритонические Это как-то не получилось, а зато это магнитное поле неплохо выворачивало частицы Ну скажем, если электрон потерял даже относительно небольшую дулю энергии, магнитное поле его уводит в сторону основного пучка После этого стоит система регистрации рассеянных электронов, которая его отлавливает, узнает с каким поперечным импульсом он в свое время отклонился и какая его энергия Работа проходилась по полутора уровня 10 Г Это вообще-то втрое меньше, чем тензи И, соответственно, интервал, по которому можно было работать, там был дублевая от полутора до десяти Здесь он снизился, но не втрое А если это энергия налетающего электрона, это энергия конечного электрона, то этот электрон регистрировался системой регистрации рассеянных электронов Если его энергия составляла от первоначальной энергии, ну вот, скажем, непременно нужно было потерять 15% энергии Так что эта штука, примерно, должна быть меньше, чем 85% Но если потеря была наполовину энергии, то там уже возникали трудности с регистрацией Поэтому вот интервал был, вот эта штука от 0.5 до 0.85, то есть электрон мог терять от 15% до 50% своей энергии Так, дальше Угол рассеянного электрона Угол рассеянного электрона, оказывается, в принципе, мог быть равен нулю Вообще говоря, почему? Даже если электрон не отклонился, но потерял энергию, да То магнитное поле его выворачивало и позволяло регистрировать Точность регистрации угла была сравнительно приличная А вот точность регистрации энергии не очень хорошая И в итоге получалось, что инвариантную массу, скажем, угол регистрировали С точностью на уровне одного миллиародиана А вот варианты массовой доли миллиародиана Откоррегистрировались на уровне от 250 до 100 мм Откоррегистрировались Выторвали варианты масс от 1 до 4 мм Выше 4 Г уже событий было достаточно мало И вот эта точность, конечно, не очень хорошая Но принципиально важный момент, что удавалось зачастую регистрировать полу рассеянный электрон При этом и тот, и другой электрон были практически реальными То есть никаких процедур экстраполяции, связанных с жизнью проблем не было И поэтому забить даже несколько точек в этом области было чрезвычайно полезно Ну и дальше Дальше, опять-таки, есть ожидания А есть реальность жизни Вот говорят, что даже электроны рассеянные под углом 0 Могли бы быть выворачиваемы и регистрироваться системой регистрации рассеянных электронов Это абсолютно полная правда Но, это действительно правда Но, к сожалению, не полная Есть такая гнусная вещь, как однократное тормозное излучение Как мы выясняли, с очень большим сечением На уровне, там, сотен монобар Это сечение на уровне миллибар И так много летит этих тормозных фотонов Однократного тормозного излучения Что они не позволяли отделять вот эти вот рассеянные под углом 0 Электроны от этого фона И пришлось вырезать Да Пришлось вырезать И требовать, чтобы угол электронный Да По вертикали Был больше, чем Полный Лидер-Надиан Ну и, конечно Значительная часть событий Таки была потеряна В итоге В итоге Оказалось, что Когда все это собрали Посчитали Получилось всего 448 событий То есть Сравнимо с тем, что было в первом опыте Плута В последующих опытах Плута Число событий возрастало Там почти удвоилась Минутронность Но в Яфе для окончательной обработки Примерно это число так и осталось Потому что потом Ускоритель сгорел И повторить эти опыты С большей статистикой С большей прочностью Не удалось Ну хорошо Давайте сейчас сделаем перерыв А потом еще немножко подробнее поговорим Опять таки про Яф Так, вернемся К Яфорским Деталям Это не так Вот Собрали такое количество событий Почему так немного Может быть ответ на этот вопрос Даст картинка Которую я Хотел вам показать Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Это эффективность регистрации Посмотрите Здесь совсем не радужная цифра Это инвариантная масса Рожденных адронов Ну и по-другому Поскольку отслеживаются Рассеянные электроны Это инвариантная масса Сталкивающихся Атону А это Соответствующая вероятность Регистрации Да Если имеется Регистрация Только по одному Рассеянному электрону То вот она Доходит В лучшем случае На трех гэвах До 20% Ну а самое ценное Это когда происходит Регистрация По двум Рассеянным Электронам Или пластинам То она Вообще Становится Меньше даже Десяти процентов Потом Вот В этих условиях Ну там Производить Моделирование Нужно Разбираться Занимался этим Панин У которого я был Панентом Поэтому я много Я знаю Просто из первых рук А эта картинка К сожалению Не может Получить Прокрасность Вот эти Попробусы Она уже Кручилась Естественно Это Интервал Невариантных Маст В районе Полутора И уже Станец В районе Четырех Число Событий Эксперимента Видно Что На каждый Гавал Приходится Открытись До 100 штук Событий И все Навсего А нужно Еще Проделить На уровне 10-20% А Шипы Оказались Не пугающе Большими На уровне 15-20% И все Важно следующее Я хотел Всячески На массовой поверхности Для реальных Откровных Никуда не нужно Экстрапонировать Прикол квадрат равным Нулю И так далее Да Вот Дальше Если Посмотреть На Вот Это Полное Количество Сечений Этого Гамма Квадроны В интервалах От одного Примерно До 4 Гава Раз Два Три Четыре Пять Шесть Шесть Ценных Почек Да Ну вот Их надо Сравнивать С предсказаниями Я уже Дарю Что Первая модель Была Мобиль Роздино Сделана На основе Модели Вектор Доминантности Но с нашей точки зрения Более Хорошо Работающие По крайней мере В гамма ПСУ Дарения Не модели Вектор Доминантности А Леджерский Доминант В той же Самой Статье С Гинбургом Мы Пытались Из имеющих На тот момент Данных Извлечь Предсказания Уже Используя Данные По ППС Дарениям ППС Дарениям Гамма ПС Дарениям Сделать Предсказания Для Гамма Гамма Сделать Причем в этих условиях Фактически То, что Получалось Уже Никаких новых Параметров Не вводилось Есть модель Стандартная Коэффициенты Этой модели Забиваются Опытами ПП И Гамма П Для Гамма Гамма Получается Предсказание Единственное Чего Что часть Этих Данных Была не очень Точная С большими Ошибками Поэтому Предсказания Получились Вот в таких Коридорах Да Ну в общем Видно Что Эти предсказания Этим Данным Не противоречат Хотя Я должен Сказать Что Есть и Другие Предсказания Израильская Группа Например Предсказала Вот такое Поведение Сечения Оно Все-таки Существенно Хуже Описывает Эксперимент Который Был Сделан Здесь В Яфе Так Ну И еще Интересно Повести Это Тоже Очень важный Элемент В сравнении Яфовских Данных С Остальными Вот Данная Плуто 84-86 Годов Вот Они Светлые Крестики И Как это назвать И пики Да Так А дальше Я тоже Не рассказываю Подробно В игру Включились Детекторы Наслаковского Ускорителя Светлых Они Добавили Тоже Некое Количество Данных И Среди них Те самые Наши Четыре Раз Два Три Четыре Пять Точек И Яфовских Да Ну Сами Эксперментаторы Поговорят Что Противоречий Между Идущими Измерениями И И И И Фактически В рамках Ошибок Совпадают Ну Особенно Если Взять Результаты Плота Не Самые Первые А Немножко Подправленные Так По Интервалам Ну Вот это Самый Интересный Интервал Те 4 Если Посмотреть Гэма Это Две Публикации Плота Это Данные Из двух Детекторов Из двух Публикаций Стэнфорда И Первые Публикации ЛТ1 Которые Потом Еще Продолжались Да Видно Что Как Срать Особых Противоречий Нет Ну Это Было Видно И По Картинке Которые Я Показывал Важно Опять Я Хотел Часто Першить Важно Девается Тот Факт Что Я бы Сказ Что Данные Всех Относительных Групп Очень Хорошо Что Они Отличаются Очень Сильно От Данных Потому Что Только Ияков Данные Свободны От Моделей Связанных С Экстраполяцией По Виртуальности Так Ну Хорошо На этом Наша Стуя Не Кончается Еще Я Мог бы Сказ Следующий Фект Тот Факт Что Когда уже Начали Обрабатывать Модели Реектор Годиминантности То В игру Включились Американские Детекторы Которые Смогли Отхватить Больший Интервал Виртуальности Вплоть до Вот видите До Полутора Квадратных Вверх Ну и Картинки Которые Есть Здесь Вот Это Обобщенная Векторная Доминантность Ту Которую Мы Предложили Вот Она А А Это Модель Простого Рофф-болюса Которого Пользовались Которого Пользовались В экспериментах Первых Описаниях Глока Блота Ну и Картинки Может быть Не очень Выразительные Но Обработка По Хи Квадрат Дает Абсолютное Предпочтение Модели Векторной Доминантности Так что Она Име Теперь Не только Теоретическая Надежность Из Экспериментов По Гамма Б Она Имеет Теперь Поддержку Внутри Самого Гамма Гамма Солдарения Ну а Дальше И дальше Наступает Эра Где В игру Включается Большая Машина Лэ Собственно Я данные Вам Прошлый раз Показывал Может быть Любопытно Показать Самое Первое Данное Которые Были Получены В принципе Важности Оказался Момент Следующий По тому Интервалу Который Просматривался У нас Это интервал Это Вот этот От 0 До 10 Да Сказать О том Расплет Это сечение Или падает Или она Почти Константа Не очень Получалась Хотя В принципе Она действительно Немножко Подрастала Но Когда Дошли До интервала 80 г Это Данная С Причем Это вот одна сторона отдела, может быть еще два. Ну ладно, между картинами, я просто скажу на словах, а когда заработала б-фабрика, особенно в Японии, то там тоже первые годы, они в основном занимались церковыми сохранением, рождением бадов очарованных Мизонов и так далее. А потом было очень много данных, связанных как раз с двухотонными событиями. Просто там была очень высокая светимость, и даже когда происходило тагирование по одному из электронов, по-двоему о них так и никогда не удавалось, все равно число событий оказалось очень большое. А что касается резонансов, которые отслеживали лавиапродукты реакции, то там в некоторых случаях есть просто колоссальное количество событий, четкие прорисовки их и так далее. Ну и, может быть, именно из-за работ этого детектора утверждение о том, что в гамма-гамма-соударениях встречаются четырехкварковые состояния, получило свое, если может быть не совсем окончательное, но близко к окончательному конституцию. Конституцией. 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 Ну вот, значит, метод. Мы кусочек, связанный с полдоксечением, закончим. И сейчас попробуем посмотреть. Я уже говорил, что полное сечение – это прежде всего многоанронные события. Ну, все-таки. Заканчивая этот кусок, связанный с яфом, ну, наверное, надо сказать о современном состоянии дела. В современных условиях, в основном, значит, ВЭП-4Н работал в области небольших энергий. Они проходили область, связанную с С, С-анти-С, резонансами G-ПСИ и возбуждениями. На большое время было отведено к тому, чтобы просмотреть, как рождаются ТАУ плюс, ТАУ минус. И преследование порога уповедения – это, конечно, ангеляционные все каналы. Получили одно из лучших в мире определения масс ТАУ-частиц, ТАУ-лептонов и так далее. Но, в принципе, в программе есть большой кусок, когда ВЭП-4Н должен был прийти на более высокую энергию. Это нужно для того, чтобы пройти область Е-плюс и минус ангеляции водромы на одной машине по широкому интервалу. Грубо говоря, от G-ПСИ до И-ПСИ. Вот в этом интервале, в одном заходе, хорошо бы это пройти, потому что там остались большие лакуны. Ну и тогда же предполагается, что когда придут в область высоких энергий по Е-плюс и Е-минус, можно будет смотреть уже нитериальные результаты, связанные с гамма-гамма с ударением. Система регистрации рассеянных электронов восстановлена. И данные, которые есть, ну или так-то параметры, гораздо более лучшие, чем были раньше. То есть улучшена точность определения энергии рассеянных электронов, их углов и так далее. Так что экспериментаторы надеются. Так, теперь, а что есть кроме полного сочинения? Давайте об этом немножко поговорим. Итак, полное сечение, как можно выяснить, это в основном многодронные события. Но, вы помните, я говорю, что в адронно-дронных смотрениях есть еще упругие события. Типа просто ПП-ПП или ПП-ПП. И хотя по естественным ожиданиям казалось бы, что этот частный канал должен вымирать с ростом энергии. Жизнь говорит, что нет. Во всех наступных интервалах энергии эти упругие процессы составляют где-то на уровне 15-10% полного сечения. И они несут важную информацию о как раз взаимодействии с театромом. Ну, и с этой точки зрения интересно посмотреть, с чем мы можем столкнуться в гамма-гамма-соударениях. В гамма-гамма-соударениях аналогом таким упругим протон-протонным или пион-протонным составляем является так называемое дефракционное возбуждение фотона. В гамма-гамма-соударениях аналогом. То есть, под этим подразумевается реакция такого сорта. сталкиваются, прежде всего, реальные фотоны, а получается нейтральная векторная мизона. Векторный мизон это нормальный адрон и он похож почти по всем своих характеристикам на фотон. То есть, это частица нейтральная, это частица со спином единица, как и фотон, но только обладает конечной массой в отличие от фотона. Поэтому нужно ожидать, что такие реакции должны иметь много общего с реакциями упругого растения протонов на протон или пионов на протон и так далее. Поскольку этими реакциями занимаются не один десяток лет на многих очень усмотрителях, то накоплен громадный материал, который позволяет попробовать предсказывать, что будет вот с этими частицами. Ну, конечно, нас опять интересует область за резонансом. То есть, там, где энергия такая, что мы находимся вдали от порога рождения этих мизонов, а не на пороге. Ну и, если говорить, что там происходит, то, поскольку экспериментальных данных пока мало, я скажу примерно, как происходит описание этих событий. Вы помните, когда я рисовал вот эту вот картинку для полного сечения, то я говорил, что это все можно представить через мнимую часть амплитуды растения берет с обменом каким-нибудь риджионом. А вот этот верхний блок описывается константой, связанной, значит, полное сечение. Внимая часть амплитуда растения вперед для вот такого объекта. Бронемо просто высказывается, какова должна быть зависимость. Ну и аналогичным образом можно построить картинку не только для мнимой части, но и для самой амплитуды. Что она дает? Соответственно, скажем, если возьму сечение гиперсария по передаче. Итак, здесь у нас будет q1, q2, а рождается верхний блок внизу, q1, q2. И вариант для массы – q1 плюс q2 в квадрате или q1 плюс q2 в квадрате. А переменная d – это передача q1 минус q1 в квадрате. Так вот, на основе ренджерских моделей можно предсказать, что зависимость должна быть в области небольших передач, их есть d, здесь в квадрате, должна быть такая – негкая константа на экспоненту bt. Так как правила величина отрицательная, и поэтому с ростом модуля d – это экспоненциально быстро падающее сечение. Ну и, пользуясь моделью векторной номерантости, на самом деле и про эту константу A, и про эту константу A, извините, пользуясь резеровской моделью, можно про эти константы сделать предсказание. Ну, например, если я хочу знать, как выглядит эта константа для реакции гамма-гамма в 1 в 2, то она выглядит следующим образом. Входит отношение, еще раз напомню, такая запись, годится и программа гамма в 1 в 2 и для pp, pp, dp, pp и для гамма b, гамма b. Так, хорошо, так вот, для этого константы есть какое-то соотношение. Здесь ходит гамма b, v1, p, доноженный на A для гамма b, v2, p, так? То есть, помимо такого процесса, еще раз смотрится процесс гамма b, вектор-гамма b. А делится все это на аналогичную констанцию для углового bp растения. С этой точки зрения, такие предсказания есть, но еще раз повторяя, хорошего эксперимента, пока нету. Хотя, интересно то, что некоторые данные для такого сорта событий были получены как раз в области относительно большой виртуальности. Но они еще, но там уже работает совсем другая картинка. Там не Рейдзорфская модель, там уже вступает свои права квантовой хромодинамики. На основе ее можно делать много предсказаний. Но если мы говорим про область небольших передач, там где сечение еще сильно не упало, то там вот Рейдзорфская модель и про b, v. Значит, если эти константы отфакторизованы, то для соответствующих констант b все выглядит немножечко по-другому. Вот для этой реакции, гамма-гамма, v1, v, 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 v. минус B для P в сантазии таким образом я еще раз повторяю мне хотелось, чтобы у нас создалось цельное впечатление в области высоких энергий полное сечение, один большой кусок у которого уже есть много экспериментальных данных попытки обработки работал и я в этой же области высоких энергий должны быть такие процессы их вылавливать трудно данные очень скульные хотя некоторые кусочек по поводу именно этих событий но в области не слишком больших энергий, все это хорошо работает когда энергии большие есть они вызвали очень живую полемику потому что результаты на первый взгляд получились не похожи на то, что ожидали так итак с большим нервом мы фактически покончили и теперь нам осталось посмотреть что может твориться в резонансовой области иначе ну и что как вы По энергии это обычно небольшая область Ну, грубо говоря, от порога рождения Адронова, это гамма-гамма, пипи Ну, около 300 мл И до примерно там 2-2,5 г Может быть, даже чуть меньше Но в этой небольшой области есть очень, я бы сказал, богатое поле деятельности Во-первых, там относительно большое число событий Во-вторых, если резонансы распадаются на две частицы, то они легко отлавливаются без регистрации рассеянных электронов В-третьих, то, что получается здесь, очень часто служит прекрасным дополнением к тому, что наблюдали в ангеляции Только раз лицепт умеет в чем? Если у вас ангеляции рождается за поздний резонанс Он рождается через один фотон А цельчеркность фотона отрицательная Значит, наш резонанс, о котором идет речь, тоже имеет отрицательную цельчеркность Ну, это богатая область Такими резонансами, с которыми здесь постоянно приходится встречаться РО, Омега, ФИ Это все резонансы цельчеркные Немножко дальше начинается семейство ЖПСИ Это тоже все цельчеркные резонансы Потом начинается семейство ИПСОНО Это тоже все цельчеркные резонансы Но, если здесь идет осмотрение двух фотонов В результате которого рождается резонанс Как бы скажем, каждый из фотонов имеет отрицательную цельчеркность То соответствующая здесь цельчеркность резонанса будет положительная Ну и с этой точки зрения Например, резонансы со спином 0 или со спином 2 Как раз могут исследоваться в созданиях двух фотонов А их не бывает в созданиях анниграционных То есть получается приятная дополнительность Ну или возьмем те же самые семейства, связанные с ЖПСИ Это связанное состояние двух чернованных кварков Но связанное состояние с отрицательной сочетностью А здесь могут рождаться тоже на те резонансы Как сейчас мы разобрали начни Но с положительной сочетностью Ясно, что изучать динамику Вот имея под рукой и те, и другие данные Очень полезно А в настоящее время, опять-таки, с помощью БФАБРИК Сведения про всевозможные резонансы Ну, просто Влюбились рекой И позволяли теоретикам Производить хороший отбор Уже качественные среди набора разных моделей Ну, поговорим немножечко о резонансах такого сорта Если у вас имеется резонансного сечения Конфункция этих вариантов масс Он должен иметь какое-то такое ясно выраженное поведение Где здесь будет масса резонанса Где будет перена резонанса И так далее И поэтому Описание Такого сечения Должно Делаться в соответствии Абсолютно теми же Правилами По которых Выписываются резонансы О дегуляционном канале Как все это выглядит Как все это выглядит Ответ выглядит таким образом Здесь Личные коэффициенты 8 Затем входит Величина 2 Ж Плюс 1 Где же это Син Резонанса В гамма-гамма сумерениях Это может быть Величина 0 Или 2 Да Дальше 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 входит Такое произведение Значит Полная ширина Резонанса На двухпотонную ширину Которая как правило всегда гораздо меньше чем полная А в знаменателе Такой вот типичный бритвикеровский блок Другой квадрат Дальше в квадрате Дальше Плюс Взеляем Разглажим Маса в квадрате Дальше в квадрате Маску Взеляем В квадрате Ну, если мы посмотрим, во что это переходит, когда мы находимся в верхушке, то есть когда двумевая эвариантная масса гамма-гамма совпадает с массой резонанса, этот слагаем исчезает и остается величина. Ну, и тут включат какие-то эвариантные эварианты. Ну, и тут включат какие-то эвариантные эварианты. Так что это сечение, естественно, прямо пропорционально обратному процессу образования, распаду резонанса на два фотона. Если только резонанс достаточно узкий, то тогда можно воспользоваться следующим приближением. Вот в этой области, вблизи максимума, только она и важна будет для работы, для заботы. Но это означает, что можно аппроксимировать, например, всю эту зависимость с неплохой точностью. Просто увидите дельта-функцию. То есть сказать, что для узкого резонанса это будет некая константа на дельта-функцию и эвариантная масса минус 12-го резона. И это приближение достаточно хорошо работает, когда действительно в солдарениях на дельта-функция, например, электроны и послитроны. Двумя фотонами раздается резонанс. А на самом деле всегда на эксперименте происходит некое усреднение по импульсам конечных частиц. А раз так, то такое приближение неправильно передает само поведение, поскольку там бесконечность и здесь конечная величина. Но оно очень удобно для случаев, когда необходимо будет эту штуку усоединить. Ну и давайте посмотрим, как можно найти константы. Константы можно найти из каких условий? Давайте мы проинтегрируем эту лентую часть. Вот возьмем интеграл от левой части, зеленая часть от дубл в квадрате от дубл в квадрате и переворняем ее интеграл от правой части. Половая часть от дубл в квадрате на дубл в квадрате Здесь мы будем интегрировать от минус до плюс бесконечности. Здесь тоже можно интегрировать, если только изоланс узкий, то совершенно запасы этой формулы можно поинтегрировать... Ой, извините. На самом деле я могу по дубл в интегрировать от нуля до бесконечности. Но это мне даст и выловит только значение дубл в вблизи эмпера. Ну и что? Так. Да, как я буду говорить. Вот это даст и выловит функцию в вблизи эмпера в квадрате тоже можно произвести интегрирование от нуля. Правый результат совершенно тривиальный. Это просто неизвестная нам константа. А левый результат легко вычислить. Я уже не буду этим заниматься, а сразу напишу ответ. Ответ будет выглядеть таким образом. Константа так определенная. Выглядит вот так. Так и останется конечно нордик удвоенный спин плюс единица. Так, здесь останется величина, которой все сечение пропорционально. А это порциональная ширина распада, деленная на массу резонанса. На дельта функцию. А в том, где выставляете минус паста резонанса в квадрате. И возникнет... Вот чтобы обязательно запомнить. Здесь было восемь пи. А в этой интегрировании возникло восемь пи в квадрате. Это не описка. Остается проверить. И это полезно очень. Что размерность правой части правильная. Это должна быть размерность сечения. То есть единица на квадрат массы. То есть все в порядке. А что так мы имеем? Эта величина безразмерная. И остается размерность гельта функции. А про нее вы знаете, что она имеет обратную размерность. То есть как раз единицу на массу в квадрате. То есть все в порядке. Теперь, когда мы знаем это сечение. Его можно подставить. То, что мы с вами получали. А именно сечение. Е плюс, Е минус. Е плюс, Е минус. Е минус. Резонанс. По инвариантной массе. Нашего резонанса. Да? Эта штука будет выражаться через сечение гамма-гамма в резонанс. На число фондово. Первых и вторых. Проинтегрированных, как полагается. И содержащих. Дифференциал. Фондово. То есть это будет светивость. Относительная светивость. Гамма-гамма с удалением. Мы ее в прошлый раз получали. Ну и то, что при этом получится. Давайте, чтобы не затягивать. Я в следующий раз. Выпишу. Но главное, что теперь. Сосчитать это будет. Все чрезвычайно просто. Потому что интегрировать в эту функцию это одно удовольствие. До свидания.